Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, и это долгожданный урок по 3D моделированию. И да, мы уже с вами пытаемся 3 месяца начать работать. Итак, наконец-то все установили свои приложения, и мы начинаем. Итак, при входе в сюжет 360 обычно у вас еще может появиться окно входа. Ну, входите в свой учет на запись, так как вы уже зарегистрированы, все должно быть нормально. После того, как вы вошли, у вас появится вот так окошечко. Итак, давайте начнем знакомиться. Начнем с базовых инструментов. Во-первых, это окошечко показа ваших проектов, то есть, как бы нажмете сюда, у вас здесь ничего не будет. В поезде будут базовые папочки, сейчас они прогрузятся и покажутся. У вас будет вот такие штучки. Здесь вы можете пооткрывать, откроются проекты, которые уже готовы, и, в принципе, можно печатать, смотреть, Simulation, Semblers. Допустим, здесь уже можете увидеть, как проводится правильная симуляция. Ну, опустим это на самом деле. Вот здесь, то есть, папочки будут уже с вашими проектами. Допустим, зайдете в какой-нибудь Росатом, допустим, здесь уже будут ваши именно проекты. То есть, при нажатии на какой-нибудь вот сюда, он у вас сразу откроется. И все, вы его сможете, опять же, редактировать. Так, давайте на базе этого и посмотрим. Чтобы, во-первых, ну, как бы, что-то начать делать, здесь, в принципе, в этом окошке только Save и Save As можно использовать. То есть, Save As, если я нажму, у меня, типа, название, то есть, название это вот это же. И куда сохранять, то есть, вот, он у меня, также проект Project Rosatom, и вот, в эту папочку он сохраняет. Чтобы создать новую папочку, надо нажать New Project и уже назвать его и сохранять туда. Вот. Что дальше? Здесь вы можете видеть вообще окошечко всего, как бы. То есть, Lane Views, типа, ну, короче, это вот, можете сразу включить так. То же самое здесь вот есть вправо. Вот, повороты. И вот, чтобы вообще крутиться во Fiat 360, надо сжать щит и колесико, и вот, можно крутиться хоть как. Это самое удобное. Чтобы вообще перемещаться, масштабироваться, просто колесико-мышки делаете, в принципе, и все. Больше здесь особо-то ничего и не нужно. Итак, дальше, что здесь есть? Здесь Origin, это наши оси. То есть, все по осям, которым можем вообще ориентироваться. То есть, вот они базовые оси, при создании скетча, вот они базовые оси, вот он. Получается X, Y и Z. Вот. Вот они, получается. А вот это, называется плоскость. И, как бы, он показывает, плоскость как граничит между какими векторами, то есть, Y и Z. На самом деле, при моделировании не обязательно, типа, указывают, хочу на это, хочу на это, начинаю моделировать. Вообще, как бы, без разницы. Но, на самом деле, очень удобно начинали вот с этой нижней оси. Почему? Потому что тогда у вас Z, X и Y будут правильно расположены. Вот. Что еще здесь есть? Также здесь есть ваши тела. С ней вы можете что хотите делать. То есть, вот у меня есть три тела. Я могу отключить, включить. Каждое тело. Там удалить. Ну, мы с вами подробности это все разберем. И скетчи, это наши, по сути, чертежи. То есть, допустим, мы можем выдавливать, что-то получать, уже трехмерное сделать. Как чертеж, это как скетч, как бы это так переводится примерно. Также здесь снизу есть порядок, что, что вы делали. Допустим, вот так. Здесь можно посмотреть, что, как все появлялось. То есть, допустим, если вы хотите что-то изменить. Вот, допустим, я хочу вот это изменить. То я захожу сюда. Меняю в это свойство. И Fusion автоматически поменяет уже здесь все, что надо. Также здесь можете посмотреть полностью, как строилось. Вот. Он это, как бы, позволяет посмотреть. Итак, давайте же начнем вообще с работы. Tone Safe. Вот. Первым, что делаем, нам нужен скетч. Все, мы натертим. То есть, я выбрал, по сути, рандомный. Вот у меня фронтально, то есть, это перед. Здесь, что у нас есть? Есть обычная линия. То есть, вот, просто обычная линия. При замыкании мы получим уже контур, который мы можем выдавливать там. И вообще какие-то действия с ним делать. Ну, я просто, в примере, что вы давали. Самое простое. BigTangle, это, то есть, как бы, по двум точкам построить прямоугольник. В дальнейшем, как бы, там есть, объяснительные еще точки. Здесь вот просто базовый инструмент, и можете посмотреть. Но это уже самостоятельно можно изучить. То есть, как бы, здесь ничего умного нет. Так, давайте же тогда что-нибудь сделаем. Давайте начертим, треугольничек. Рандомный нам подразится сейчас на равность. Также здесь есть, ну, кончинсы, point. Просто обычную точку можно поставить. Вот, точка есть. Не засединить ее, только сейчас можем уже что-то еще сделать. Вот, допустим, вот так. Теперь мы можем сделать конч-массивчик. Оп, нет, оп. Давайте сделаем конч-круглешечек. Вот так. Теперь мы сделаем общий центр. Здесь тоже центр-самбитники. Поставим примерно центр-треугольника. И сделаем массив конч-отого объекта относительно вот этой точки. Ну, вот. Ну, криво, конечно, если мы поменяем точку, то... У вас эти смущатся. Вот, допустим, пусть здесь точка будет. Вот наш массив сработал. Electrical Pattern. То есть, все по pattern. Вы ставите, допустим, какой-то объект, относительно какого, и он по кругу. Как работает прямоугольник? Вы выбираете объект. Вы указываете, сколько элементов справа, сколько слева. Так же здесь много всяких типа two-side, one-side всяких. То есть, настройок тут очень много. Сегодня прям очень-очень проченько вот сейчас сделаем. Вот, модифайл можете филит сделать. Как бы, какой-то прямой, допустим. И вот это, допустим, вот. Он уже скругление вам сделает. Ну, вот, допустим, вот так. Ну, нам это пока не нужно. Так же здесь, ну, очень много, на самом деле, скейл. То есть, он может чуть-чуть уменьшить. Относительно, допустим, вот этой точке. Вот так, допустим. То есть, ну, в общем, этот инструмент вы можете выучить самостоятельно. Как бы, тут нечего объяснять. Итак, ну, давайте же перейдем туда в 3D. В принципе, скейч, как бы, с каждым сном готовым разобраться. Вот, 3D уже послажены. Итак, давайте сделаем простейший экструд. Допустим, по одной сделаем. Вот так. Экструд. Ну, допустим, на 10. Почему туда? Потому что у нас, короче, оси, как говорится, неправильно расположены. И, типа, вверх у нас вот здесь. Если у вас скейч пропало, он всегда пропадает, когда делаете экструд. Ну, просто включаем вот так, и все у нас появилось. Так, теперь, допустим, это, выше, допустим, вот так. Как сделать это, наоборот, чтобы было, ну, потом, когда уже готовый макет, или сейчас, можно просто сделать, перевернуть. Вообще, данные объекты, вот, их можно вращать. Так, теперь давайте, что мы сделаем. Вот это я предлагаю. Давайте вот это мы сделаем. Брюхов относительно вот этой поверхности. Этой филюшечки. А мне пишет... А, типа, она... Не сможет, потому что, типа, она пересечет оси. Ну, в общем, так не работает. Если мы вот эту, только, скорее всего, мы сможем... Сделать относительно вот этой оси. Да, вот я правильно сказал. Мы должны как-то контактировать. То есть... Давайте я вам вот в эту сторону. Ой. Не то. Минус 270 давайте. Вот. Красота. Вот такая у нас получается какая-то загигуля. Непонятная. Вот. А эту мы... Можем... Вот эту. Что мы с ней с вами можем сделать? Мы с ней с вами можем сделать... Ничего. Только эксклюпция. Открываю. Мы так же делаем. Отлично. Теперь. Что с этой? Давайте ее просто сделаем, чтобы была дырочка сзади. Вот так. Теперь у нас здесь отверстие. Так. Теперь отключаем скетч, она, в принципе, уже не нужна. Что дальше мы можем делать? Дальше мы можем эти самые скетчи строить на каждой из этих поверхностей. Этот фюжн, как бы, на этом и строится логика. Допустим, 3D Max, ты просто строишь один объект и его просто деформируешь. В данном случае ты можешь, как бы, отталкиваешься от каждой поверхности построенной. Допустим, здесь у нас есть инструмент. Скруглить. Шарик вот такой сделать. Вот. Что здесь еще есть? Можно просто базовые уже элементы вставить. Можно строить трубки. Лофт, диадлов. Это можно построить. Никогда пойдем. Сейчас пока вам не нужен. Что здесь можно сделать? Можно скруглять. Шантер это, типа, пласки снимать. Шелл это делает. Это перстень. Ну, как бы, не третий, как вырубку, по сути. Вот. Вот. Вот так. Вот. Называется. Там можно все настройить, как бы, глубина, сколько. То есть, ну, в общем, все очень интересно. Вот драфт этот тоже, как. Ну, в общем, тут нарисовано. Фьюжн, как бы, он специально для этого и сделан, чтобы вообще упрощать какую-то работу. Поэтому здесь показывается справа вообще изображение, примерно, как это будет выглядеть. Что за инструмент. Вот. Сплит-баги это. Ну, это посложнее. Это уже, как бы, очень. Для старших более. Это пойдем дальше. Вот. Здесь материал можно все настроить сразу отсюда. Но обычно это делается вот здесь. То есть, здесь есть дизайн. И эти дизайн, это уже для профессионалов. Это уже для тех, кто работает в компаниях, работают как для профессионалов. Ну, конечно, из профессионалов. Поэтому используют искусственный интеллект. Пусть он на базе сервера. Ты создаешь какие-то данные. Я хочу, чтобы, допустим, соединилось вот, допустим, какие-то вот две точки. Допустим, от шасси к балке какой-нибудь. И говоришь, мне надо это заполнить. Потом указываешь, я хочу, чтобы, допустим, здесь была полость. И здесь, если вот давила вот такая-то сила, то здесь ничего не разрушилось. И все, как бы, все это отправляешь, формируешь. Требуемый материал выбираешь, либо же любой. И он генерирует около сотни, там, каких-то вариантов. В дальнейшем ты сам выбираешь свой и получаешь, как бы, вот такое тело, допустим. Рендер это, ну, как бы, всем понятно, что такое рендер. Анимейшн, уже настаешься анимация, то есть какие-то взаимодействия каких-то элементов. Симуляция не смотрит, допустим, где какая-то сила будет больше всего давить. И на что придется вообще нагрузку. А мануфактура, это вообще очень долго нам до этого надо. Вот этот сон для, нужен для фрезерного сонта. Дровин это делать уже, этот, на чертеже. И так, что же, все, ничего можно сюда сделать. Я даже не знаю, что еще можно. Так, ну, давайте сделаем холл. Вот. Или холл. Да, что-нибудь поделать нам. Давайте что-нибудь еще сделаем. Так. Есть плоскость, но плоскость мы с вами потом в дальнейшем пройдем. Так, я не знаю, что у нас ничего сделать. Ну, давайте еще начертим. Так, давайте сделаем пункт элипс. Вот такой элипс. Пластин тростаем. Теперь сделаем этот элипс. Относительно вот этой, вот не этой оси. Пункт этой оси. И у нас как бы построила симметрия. То есть, ну, вот как-то так. Обильно нужна симметрия относительно общих поводов. Вот примерно здесь объекта. Давайте сделаем вот это. Отдельная вот эта линия. Все отлично. У нас здесь есть теперь тоже овал. Так, что еще мы можем сделать? В общем, здесь есть можно линию пунктивным делать. В общем, настройки эти попозже с вами разберем. Вот. Dimension. Итак, если, да, если, кстати, вы хотите что-то изменить, то есть на английском, на английском, красавчиком, нажимаем D, Dimension. И вот, вы можете изменить, например, напишите, типа, короче, здесь, если в этом, в этом скетче вы не сможете изменить, потому что на самом деле исходит, находится как бы в этом скетче. То есть, поэтому перейдите в предыдущую скетчь, извините, здесь вы можете, типа, вот только это изменить. И, допустим, я с ним хочу. Мы изменили, теперь это с ним. Отлично. Можно сделать текстовый комик. Давайте напишем. Привет. Здорово. Какой-нибудь размер поставим на 3. Вот. Отлично. Здесь можно очень многое настроить, допустим, по центру поставить. Сидимо, то есть, нашего поля выравнить это поле, как бы, можно туда делать. Также можно относительно дуги какой-то. То есть, вот, допустим. Так. Хайтри, да. Почему отсидит от дуги уничтожить, я не знаю, почему он не стал. Относительно дуги. Так, ладно. Сейчас попробуем еще один текстик. Вот, относительно дуги. А, либо надо, потому что относительно, да, надо текст ставить относительно дуги в том, в котором, короче, есть именно этот общий текст. То есть, вот. А если все-таки этот, попробуем. Интересно. Пусть я такое не помню. А нет, все можно. Все нормально. Нашел в какую-то другую. В общем, не знаю, почему этот текст залагал. Ну, в общем, вот. Можно здесь изменять, и он, типа, вот, будет параллельно идти к этой линии. Вот. Давайте ставим этот текстик здесь. А этот здесь. В дальнейшем, что с ним можно делать? Это как у вас контур. Вообще его можно выдавливать. Вообще, делать все, что хотите. Допустим, это я хочу, чтобы он выдавился. Вот. No. Это значит. Аммм. Показываем скетч опять. Этот я хочу, чтобы... Вообще, вращать, кстати, я не пробовал ни разу текст вообще-то. По-моему, это плохая задумка. Вообще, текст. Так, уберем. Ну, на то он зависит. Да. Холодо-отверстие сделать. Фрит. Это резьба. Нарезать. Сейчас с вами попробуем. Так, давайте, экструктура сделаем. Ну, какого-то, рев, давим. Вот. Минус один. В дальнейшем с вами можем уже изучать какие-то... Минус два. Вот. В дальнейшем будем изучать уже... Ага, у меня поругался, да? А, потому что выбран. Вот. Это выбран. Вот. Так. Все, отлично. Теперь скрываем скетч. И у нас скетч скрываем. Теперь у нас вот выдавлена такая фигняшка. Вот. Дальнейшем будем изучать инспект. Вот этот менюшечку пока... Отчиняется инсерт, инспект, инспект. Ну, пока вам это не нужно. Простейшее, что нужно, это просто можно измерить. То есть у вас покажет, что вообще. Или допуда можно показать. Заточки, допустим. То есть он все наглядно вам будет. Показывать. Если вам было, это потом тоже разберем. Можете его перемещать какие-либо. Вот. Допустим, вот это тело я хочу перемещать. Вот. Здесь хочу оставить все отлично. Также тела можно переименовывать. То есть вот ставить. Вот так. То есть нажимать два раза, и он будет переименовываться. Так, следующее, что я хотел вам сказать. Допустим, при экструде, здесь можно new body, join, cut, insert. В общем, здесь вот такие штучки. Сейчас вам нравятся только первые четыре. Join. Это просто добавить. То есть при операции join у вас нового тела не появится. Она просто добавится к этому. То есть здесь нового тела уже не появится. И при дальнейшем вообще каком-то уже действии мы не сможете вот этот новый кусочек сотый дней добавить. Он будет как целостное тело. То есть даже перемещать. Cut это отрезать. Что вырезать? Когда вы увидите как текст, то есть он здесь как выругается. Ну, блин, тут нечего отрезать. Тут пустой пространство. Инсект типа общие как бы найти. Но здесь оно тоже не будет. И new body это вот. Именно появится новое тело. Здесь дистанция. Это как бы все понятно. Так? Так. Именно так. Здесь можно two sides сделать. То есть вот туда еще выдавливать. Вот. Как бы индивидуально настроить каждую сторону. И у каждой стороны как вы видите. Уровень все появляется. Пусть на 90 градусов. Вот. И он так выдавил нам. Да. Вот в общем. Что в принципе базово. Сейчас вы сами можете потыкаться. Тут уже фирма как бы ничего не скажет. Блин, ты дурак. Как бы я так не смогу. Он так не скажет. Вот. На следующем уроке мы скорее с вами разберем уже рендер. Ну и может что-то из этого. Но это вряд ли. Потому что пока это еще сложно. Даже с Shell Metal я сам еще не работал. Ну вот в принципе. Такая фигнюшечка получилась. Что домашних заданий я вам предлагаю сделать. Я вам предлагаю сделать. Но пока чертежей у вас нет. Поэтому по чертежам пока работать не будем. Давайте сделаем. Сейчас придумать что-нибудь сделаем. О. Давайте сделаем простейший бокал. Снимаем три бокала. Три бокала. Чтоб можно было пить. У вас есть время до 17-го числа сделать домашку. Пишите в личку. Скидывайте. В общем спасибо. Увидимся. 17-го числа. Пока.